друзья всем привет сегодня хочу поработать с этими аденюмами те которые сидят в ленинных доржках это мои сеянцы и в кокосом доржке сидит привычка которую я покупала три года назад дело в том что у многих из них стали убегать корешки кого-то я хочу приподнять поэтому программа на сегодня выну их из даршочков поменяя им грунт и приподниму если вам как и мне интересно посмотреть на их торнивую систему то оставайтесь со мной ну что приступаем моим сеянцам около двух с половиной лет это был мой самый первый посев то есть тогда я только познавала аденюма и именно на этих сеянцах я и проводила всевозможные эксперименты кстати именно с этого сеянца я и начала вести свой канал если обратили внимание у него есть небольшой шрамик это у него лопнул каудекс и я его реанимировала самое первое видео как раз и было о реанимации каудекса этого аденюма как видите по прошествии полутора лет он прекрасно себя чувствует все с ним замечательно у него хорошая торневая система этот конкретно этот сенец он один из самых сильных из того посева я им очень довольна но к сожалению сенцы еще не цвели признаюсь сразу надеюсь что в этом году они меня порадуют дай бог для очистки торней я использую кисточку для рисования она очень мягкая и бережливо обращается с торнями то есть самое то нет она не царапает его каудекс ну и конечно же перед такой процедуры перед пересадкой и я хорошенечко просушила адениум насколько это было возможно я просушивала их дня два ну конечно предполагаю что на глубине горшка грунт все-таки влажно поэтому обращаться с корнями нужно аккуратно кстати работая шпажкой палочкой очень нужно быть осторожным чтобы не повредить корни адениума в длинных горшочках есть свои плюсы и свои минусы какие плюсы очень жарком климате как у меня летом у нас температуры выше 40 градусов где-то сейчас у нас температуры около 45 48 у меня прямое дневное солнце и длинные горшки это просто спасение кроме потому что они дышащие они впитывают лишнюю влагу и вообще по моим наблюдениям длинных горшках не глазер не глазированных а просто обожженных горшках растение развивается очень хорошо ну признаюсь честно оказалось что эти дождь и они не обожженные они сделаны из длинные по ходу просто покрашены краской потому что сейчас по прошествии двух лет они стали потихоньку разрушаться то есть другие другие горшочки в которых сидят мои адениумы они просто начали отламываться они стали потихонечку разваливаться но в целом результатом длинных горшках я очень довольна а вот осенью и ранней весной когда у нас температуры пониженные с ними наоборот сложно дело в том что длинные горшки длинные вообще являются очень хорошим проводником холода кстати именно поэтому качестве дренажа я не использую керамзит напомню что мои взрослые адениумы они круглый год проводят на балконе и зимой например в зимние месяцы и даже иногда в марте ночные температуры у нас спускается до плюс трех градусов конечно же как только ночные температуры начинают снижаться ниже плюс 12 я все прекращаю какой-либо полив и мои взрослые адениумы находятся на сухой холодной зимовки месяца три-четыре то есть три-четыре месяца я их не поливаю и только в марте или в апреле когда ночные температуры начинают подниматься выше плюс 15 я начинаю потихоньку их пробуждать потихонечку их поливать видео о пробуждении о весеннем пробуждении адениумов я сниму в следующем году видео же о введении адениумов спячку у меня уже есть на канале если интересно то заходите в мои плейлисты там есть основной альбом по адениумом а также все видео разбиты по тематикам есть видео о прививках есть видео по реанимации есть видео о посевах если интересно пожалуйста подписывайтесь на канал или просто заходите в мои альбомы открываете интересующие вас и смотрите на удовольствие возможно вы узнаете что-то новенькое это тоже мой синиц из того же самого посева посев был в декабре 21 года но на него я уже сделала прививочку сразу на две ветки сорт по нью очень красивый сорт я прям очень очень довольна тоже очень хорошая тернивая система и этот адениум тоже один из самых сильных в том посеве кто-то скажет что они не крупные и в два с половиной года они должны выглядеть совсем по-другому гораздо крупней возможно возможно но если учесть что я начала заниматься адениумами как раз таки в тот же самый год это был март двадцать первого года когда я начал увидела адениума в первый раз безумно в них влюбилась в мае на мой день рождения я приобрела несколько прививочек и самый первый синиц который кстати до сих пор у меня тоже зараза не цвел то есть кто именно с 21 года я начала изучать адениумы изучать очень активно и тогда вот в декабре я сделала свой первый посев считаю тот посев вполне удачным тогда были разные экземпляры были очень слаб очень мелкие очень слабые были крупные и сильные но поскольку это был мой первый год и я набиралась опыта я оставляла всех до потом от некоторых пришлось избавиться кого-то отдала кого-то простите меня выкинула потому что были такие экземпляры которые скажем полгода выглядели тоньше моего мизинца но это вообще полнейшее безобразие и просто трата времени поэтому сейчас уже прошлом году когда я делала посев я делала жесткий отбор вообще с момента посева то есть слабые семена бесперспективные семена я отсеивала с самого начала пусть адениумы не обижается но в моих условиях мне нужны крепкие адениумы с хорошим большим каудапсом потому что начиная с трех лет они начинают зимовать на балконе поэтому пусть они меня простят еще раз напомню что все мои адениумы растут круглогод на балконе при самых низких температурах плюс 3 это ночные температуры и при самых высоких летних температурах днем плюс 48 градусов так а это у меня прививочка я ее покупала года вас или два с половиной назад это прививочка сорт хризантемом стирас это сорт хамелеон очень красиво кстати у него есть и одна особенность это махровый сорт и но есть такой нюанс дело в том что по сорту если у этого сорта целые бутончики то при раскрытии открывается только нижний ряд а все остальные ряды они в виде маленькой гульки но если немножечко подрезать как раз таки этот нижний ряд если он у вас будет порванный то это позволит остальным двум рядам раскрыться полностью и тогда адениум просто невероятной красоты цветение просто потрясающе сейчас я вставлю фотографии как он выглядел у меня как раз таки тот период когда его бутон точнее нижний ряд бутона был случай не случайно порван он там сформировался и сейчас я вам покажу фотографию в полном раскрытии когда поврежден внешний ряд и остальные ряды от внутренние ряды открываются и покажу фотографию как они должны как они растут при обычном раскрытии когда бутончик целый по моему разница на лицо поэтому сейчас я стала повреждать нижний ряд с самого начала ну это моя фишка можно этого не делать ну вот искупала я дышки удалила старый грунт проверила проверила корешочки удалила засохшие удалила немножко подпревшие сейчас у нас очень жарко температура градусов сорок пять сорок восемь днем ну и конечно несмотря на вечерний полив на следующий день все равно корешочки могут подпревать все сейчас будем удалять лишние корешочки конечно же корешочки лишними не бывают они всегда питают каудекс даже если вы приподняли каудекс над грунтом и часть орешков у вас осталось на поверхности но кончите в грунте они продолжают питать каудекс поэтому удалять их или оставлять дело ваше здесь вопрос эстетики ранки можете замазать перекисью водорода либо присыпать корицей только убедитесь что в корице нет сахара потому что сейчас магазинах продают корицу иногда уже сахаром для кондитерских выпечек поэтому будьте внимательны и при посадке срезанные ранки должны быть над грунтом чтобы грунт не попал в открытую ранку и не началось гниение так все вот вылили гораздо лучше сейчас уберу еще перешочек лично все все в порядке следующий здесь я его хочу приподнять тоже хорошенько но у него мало всасывающих перешок как видите основные всасывающие перешки они сверху но тем не менее я скорее всего и все же удалю и надеюсь что в ближайшие два теплых месяца он нарастит себе новую торнивую систему новые корешки так что буду первое время с поливом аккуратно так так ну а у этого экземпляра ничего и подрезать не буду и выпадки и приподнято не получится у него очень короткая торнивая система каким-то образом он так закрутил свой корень да и вообще торнивая система какая-то небогатая у всех разное строение так что с ним я ничего делать не не буду ну все приступаем пересадки в этот раз на дно даршочков я положу серпянку чтобы закрыть дырочки и в качестве дренажа и я буду использовать пемзу он прекрасно справиться со своей функцией так и грунт у меня местный универсальный грунт на основе торфа добавлением вермикомпоста аминокислот древесного угля и также пемзы перлита и вермикулита грунт очень легкий сейчас он абсолютно сухой во влажный грунт мы не сажаем аденю хотела предупредить новичков когда вы самостоятельно добавляете сыпучие материалы такие как например перлит или как моем случае пемзу их предварительно обязательно нужно просеять особенно перлит и кстати когда вы покупаете перлит в магазине хотя бы на ощупь потрогайте пакет чтобы он был лучше бы вы чувствовали фактуру перлита дело в том что он очень хрупкий и домой вы можете принести просто перлитную пыль которая растением совсем не подходит перлит выполняет именно разрыхлительную функцию ну в том числе он впитывает себя лишнюю воду порошок или очень 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 мелкий перлит я бы вам не советовала использовать поэтому обратите на это внимание ну я по крайней мере все просеиваю и перлит и пензу мне так спокойнее еще раз скажу я для уличного содержания терамзит я не использую в квартирных условиях где температура постоянная где тепло терамзит вполне подходит в качестве для ножа относительно удобрений я не добавляю пролонгированное удобрение во первых у нас осмокот не продается но у меня есть возможность привозить его из России когда я бываю там у мамы в гостях но поскольку это именно пролонгированное удобрение я предпочитаю его не использовать в своих условиях из-за бешеной жары летом почему потому что пролонгированное удобрение оно зависит от температуры во первых осмокот начинает работать только при температуре от 21 градуса и чем выше температура тем больше удобрение будет высвобождаться при использовании то есть если у вас осмокот например 6-месячного действия но у вас температура например градусов 25 а у кого-то 30 или 40 так у человека где температура гораздо выше как например 40 градусов осмокот во первых используется гораздо быстрее так как из-за высоких температур он будет высвобождать больше удобрения это первый момент и второй момент иногда наши растения имеют дурную привычку засыпать даже в теплое время вот сейчас июль конец июня у меня 45-48 градусов а у меня два адениума стоят лысые и они в спячке вот только-только они стали просыпаться и очень часто такое бывает что после цветения адениумы тоже впадают такую спячку в полу спячку а это значит что они меньше пьют воды имейте в виду обратите внимание если вы видите что ваш адениум не пьет как обычно он делал это раньше что возможно возможно он впал в спячку наблюдайте за этим за этим и в таком случае полив надо уменьшить и в объеме и в интервале вот поэтому представляете ваш адениум засыпает а осмокот к примеру работает так бешеный при высоких температурах именно по этим причинам я осмокот могу использовать только в зимнее время для адениумов которые растут у меня на стеллаже на стеллаже у меня максимальная температура это градусов 27 и то на самой верхней полке на нижней полке она 23 градуса где-то поэтому для балконного содержания в своей жаре осмокот я не использую я предпочитаю минеральное удобрение которое я регулирую по своему усмотрению адениумы которые у меня впадают в спячку я либо не удобряю либо им дается удобрение в пониженном количестве в пониженной концентрации вообще я предпочитаю поливать свои адениумы минеральными удобрениями в концентрации как по листу но чаще то есть если допустим полив по грунту предполагается там раз в неделю то я допустим добавляю удобрения два раза в неделю но концентрация гораздо ниже во первых я могу спокойно в том числе и опрыскать листья и не бояться что они могут повредиться от большой дозы удобрения и в то же самое время для тех растений которые впадают в спячку низкое количество удобрения вполне безопасное поэтому решайте сами если же у вас домашнее содержание адениумов то вы вполне можете использовать осмокот с высоким содержанием калия или осмокот блюм или осмокот хай калий это уже на ваше усмотрение мне в этом году я привезла фертику она мне очень нравится по своей концентрации дело в том что у нас сложности с удобрениями где мало азота у нас самое распространенное удобрение комплексное именно комплексное это либо 19-19-19 либо 20-20-20 то есть у нас нет удобрения где есть высокий калий и фосфор и низкий азот увы у нас есть монофосфаты у нас есть отдельно чистый калий но вот так чтобы именно было комплексное удобрение с низким содержанием азота и с повышенным содержанием фосфора и калия такого у нас нет поэтому я регулирую и сама иногда составляю удобрения но опять таки выбирая низкую концентрацию чтобы не сжечь корни ну вот пересадка подошла к концу теперь занесу эти адениумы в квартиру полив будет только дня через три после полива еще дня три они постоят в квартире сделаю обильный пролив чтобы грунт утрамбовался и через три дня или четыре дня вынесу их на балкон все если вам понравилось видео если вы узнали что-то новое то поставьте мне пожалуйста лайк подписывайтесь на канал заходите смотрите другие альбомы возможно вам что-то понравится ну все пересадка закончена всем пока-пока хорошего настроения хороших выходных и здоровья и светения нашим адениумом пока-пока пока пока-пока Продолжение следует...